Конкурс «Краса народов земли Владимирской» — это созвездие талантов, традиций и межнациональной дружбы. Сегодня у нас в студии Абос Уциев, председатель Владимирской региональной общественной организации «Общественно-культурный центр Войнах». Абос Хавкаевич, здравствуйте. Итак, как родилась идея проекта? Сама идея не нова, ни для кого. Такие же конкурсы уже проводятся и проводились ранее. Например, Ярославская область, Ивановская. На одном из конкурсов мне посчастливилось быть. Основываясь на этой идее у нас и родилась своя. Как бы уже мы долго думали, как ее назвать. Как бы в итоге и самоназвание тяжело, правда, родилась. Ну так и у нас созрела такая идея. «Краса народов земли Владимирской» — Владимирской, да. Длинно, но в этом что-то есть, какая-то песня, да? Да, но все-таки название в разных областях парада. Мисс Ассамблея народов называется в Ярославской области. Мисс Ивановская область. Все-таки мы как бы... Все-таки Владимирская земляна все-таки как бы испокон, как бы подчеркивает какие-то национальные идеи. Все-таки последние, как бы учитывая вот эти, скажем, территориальные колоритмы, так длинные, но все-таки принятные, придумали такое название. Есть подобные проекты в других регионах? Есть отличные идеи? А вот дальше что? Да, я бы хотел сказать еще почему. Путь становления самой общественной организации в войнах. Оно было как бы два этапа. Все-таки представители малых народов, которые живут в других регионах, все-таки привязаны к своей малой родине, да? Как бы путь становления той родины, политической, другой пути, оно как бы сказывается на его деятельности в другом регионе. И в последнее время, скажем, с 13-14 года у нас как бы активизировалось отношение администрации с общественными организациями. Они, я бы сказал, стали дружественными, тесными, как бы обоюдно интересными. Вот как бы вот это положило основу всех тех проектов, которые проводятся на нашей территории. Все-таки общественная организация в войнах, она в первом этапе 90-х годов, хотя она зарегистрирована была первый раз в 90-м году, но как бы оно не было так активного. Ну, на активном поле они все-таки не вышли, я бы сказал, вышли из тени все-таки. В 2014 году мы зарегистрировались уже второй раз на территорию Владимирской области. И с этого момента стали... Можно сказать, что уже в этот период наблюдается такой рассвет дружественных межнациональных отношений во Владимирской области? Да, я бы так и сказал бы, что все-таки вот с 2014 года они стали активны, дружественны, на самом деле. Хотя у нас на территории области зарегистрированы, мне кажется, почти все, многие, представляете, 12 диаспоральных, так скажем, общественных организаций, которые как бы и помогают друг другу, например, без связи, то и дружеского отношения, все-таки бы и даже тот же самый проект бы невозможно было бы претворить в жизнь. Именно та поддержка общественной организации повлияла, и из их поддержки у нас и получилось то, что мы показали всем. То есть этот проект, эта коллективная работа не только в войнах, но и всех общественных организаций? Конечно, в первую очередь все-таки она стала возможна благодаря поддержке, субсидиальной поддержке областной администрации, также поддержке тех общественных организаций, которые выдвигают свою представительность на конкурс, как проходит у них внутри своей общественной организации отбор, и потом они, благодаря вот этому, такой работе, мы претворяем свой проект в жизнь. Вы здесь посмотрите, сколько этапов, да, одно дело получить финансовую поддержку, другое дело найти помещение, да, то есть здесь звук, свет, костюмы. Посмотрите, какая огромная организационная работа. Кто вам помогает? Нам повезло с площадкой, на базе которой мы все-таки все это, скажем, реализуем. Это площадка Дома культуры молодежи города Владимировна. На самом деле я хотел бы подчеркнуть профессионализм тех работников, которые нашли именно в нашем проекте, просто говоря, отозвались на это и поддержали ее. И потом, на самом деле, буквально до самого конкурса, в течение двух месяцев, проходят репетиции, участниц, так, так, кропотливая работа, чтобы нам, скажем, то, что мы видим в течение двух часов, оно как бы формируется из той, скажем, той части работы, отбора, репетиции. Многодневной, да, работы? На самом деле, я, мне кажется, больше волнуюсь за тех девчонок, которые именно как бы не убежали от той, все-таки это большой труд. Девчонки, которые пришли вчера там со школы, с университета, они все-таки как бы, они относятся к этому очень серьезно, чтобы каждый из них представляет свой народ, и каждый хочет показать, какой фон себя и, скажем, разных конкурсных, там, пять этапов конкурса. И мы, со своей стороны, тоже хотели, как бы, хотим в самом конкурсе придумать так, чтобы ни одна из девчонок не осталась без приза, без внимания. Без титула. Да, скажем, там много всяких номинаций, но все-таки главный приз – это приз зрительской симпатии и гран-при, так назовем. Какой этап, на Ваш взгляд, наиболее сплачивает участниц и организаторов? Мне кажется, именно сплочение того коллектива, я сам порой наблюдал, на репетициях, где они именно, каждый, как бы, помогает друг другу, я-то думал, будет какая-то нездоровая конкуренция, вот именно на репетициях, я со стороны иногда наблюдал все это, на самом деле, девчонки там, мне кажется, дружат, то есть происходит та, именно, скажем, начало той цели, которую мы преследуем, самим конкурсом «Дружба народов», как бы сплотить единомышленников, и на этапе конкурса, то есть репетиции. А как Вы видите в дальнейшем судьбу этого конкурса? Я надеюсь, что все-таки будет продолжение, но мне все-таки хочется как-то что-то придумать новое, и, скажем, в самом конкурсе, те идеи, те, скажем, национальные идеи, возможностей полно, потому что в каждом конкурсе, в каждый год все приходят новые и новые национальности, которые не участвовали ранее. Мне кажется, пищи много, и много тех, я думаю, еще придут в процессе какие-то идеи, более-менее интересных, чтобы зрителю было интересно. А вот не сказали по поводу оценки, и, так сказать, все-таки какой-то должен быть вот этот стимул для конкурентной борьбы, и вот здесь вот те, кто приходят на праздник, как зрители, да, для них это здорово, это такое развлечение, а вот те, кто оценивают, работают, так сказать, и пытаются не обидеть девчонок, вот здесь, конечно, очень важно. Вы нарочито вот выбираете членов жюри, то есть у вас определенный есть тоже смысл и задачи? Нет, нам все-таки хочется, чтобы членами жюри стали не только, скажем, те персоналы направления искусства, там, мы приглашаем также людей, которые из общественной организации, из других независимых, которые, ну, как бы, чтобы было какое-то общее мнение, мы же оцениваем все-таки не внешние данные конкурсантов, как они преподносят, как они доносят, скажут до зрителей свои обычаи, традиции, покажут костюм, покажут там и стиль, скажем, последний конкурс, все-таки выход в бальном платье, в вечернем костюме даже, вот этот момент. Ну, как бы, мы именно не преследуем ту цель, чтобы обязательно, как определенных членов жюри, как бы, произвольно все это происходит, благодаря, там, по рекомендации администрации, Дому культуры, еще общественной организации, вот, как бы, итоги складываются. Конечно, это трудно оценить, самая, мне кажется, тяжелая работа все-таки, это работа оценить, не обидеть, тем более национальных этих всех идей, много сентиментов и многих таких тонкостей, которые надо прочувствовать. Уже по результатам конкурса наблюдали ли вы, когда происходит как раз то самое единение, и ради чего это все придумано? Между участниками, организаторами? Мне кажется, вот, в итоге мы получили то, что хотели, ту цель, которая, там, объединение, объединение, вот все это, скажем, те слова, те цели. Мне кажется, в итоге у нас получился некий, как бы, конкурс-праздник, что мы хотели, как бы, преддверили к 8 марта, как и планировали, планируем. Сами участницы, насколько они оперативно отзываются на призыв участия в таком конкурсе? Как вы думаете, что ими движет? Ну, мне кажется, именно, я бы сказал, вот, не все-таки все конкурсанты, как бы, это героини, это праздник, на самом деле, поступок геройский. Это не просто, как бы, представить свой народ, это какая-то ответственность большая, чтобы идти на такую, возложить на себя, сказать, такую ответственность. Это не просто. Я посблагодарен заранее. Но это, конечно, в преддверии вот этих всех отборочных этапов у нас, правда, бывает, и кто-то сходит с дистанции, кто-то не выдерживает, замены, вот такие моменты тоже у нас бывают. Ну, ими движет, мне кажется, все-таки каждый из них хочет, как бы, рассказать, показать, какие они, как бы, ну, тяжело, мне кажется, все-таки, не могу оценить. Расскажите, какие этапы проходят участницы и какой, пожалуй, самый сложный этап? Сам конкурс, как многие видели, он начинает все-таки, там, пять этапов конкурса, это визитная карточка, где в начале самого конкурса девушка уходит в национальном костюме, она расскажет о себе и также, кем она, как она, что и связывает ее с старой, малой родиной, и здесь, где она нашла уже вторую свою родину. Следующий этап, это, как бы, творческий этап, это, где девушка рассказывает каждое о своих традициях, обычаях, там, на выборах песню, стихи или легенду. Вот, третий этап, мудрость народная, вот, тут такой же этап, где она выбирает именно, что рассказать о своей родине, например. Порой в интернете не возьмешь то, что-то, те моменты, эти легенды или что-то, она все-таки, каждый девчонок преподносит что-то новое. И этап кулинарии, кулинарии, вот, где девушки тоже, каждый показывает, какая она мастерица, что именно она любит или что у них, как бы, больше предпочитают в народе. И завершение всех этих этапов, это самое интересное, мне скажут, это сказочный бал, где девчонки выходят уже в вечерних платьях, вот, и показывают, как бы, как они именно в национальных, а в вечерних платьях, которые, как бы, где они все, скажем, платья-то разные, как бы, одинаковые предпочтения, вот. Ну, мне кажется, все этапы интересные, сложно, мне кажется, всегда сложно начинать, это визитная карточка, где, на самом деле, как бы, и все, и зрители, и жюри, как бы, с первого конца начинают, как бы, с ними. Знакомиться. Знакомиться и входит, скажем, в контакт, вот, на мой взгляд, первый конкурс. Получается, что в процессе так или иначе приходится взаимодействовать с теми, кто тебя выдвинул как кандидатуру, приходится узнавать традиции, обычаи, то есть погружаться в материал глубоко и серьезно, да? Да, в процессе, конечно, это, на самом деле, вот, и зрители, и общественные организации, которых выдвигают, они и в процессе ее выступления, и стараются поддержать их, как бы, и аплодисменты, и все сопутствующие моменты. Ну, пожелание одно, успехов, как бы, творческих новых идей, как бы, оно все-таки мы стараемся, все-таки конкурс был традиционным, и всем было интересно каждый год, как бы, что-то новое, постараемся поднести успехов всем. И спасибо.